Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok хочу ну надо подумать мы живем там может быть старайтесь ролики Сергей обрабатывает да он делал главное что когда ты будешь это обрабатывать он на это смотрит мне подсказал название я изменять стал на места писания он говорит по местам писания никто не найдет я чувствую что все его замещания все правильные теперь переменять надо название ну я могу перенять но кратко то содержание мы с тобой договаривались чтобы каждого ролика внизу написать краткое содержание ты пройдись по всем этим то ты же ну слышал и проще это мне не такую с подручным вроде бы хоть немножко указать надо когда поисковик то люди заряжают а что заряжать так она не знает чего люди найти у нас не могут у нас много материалу то и надо определенно указать фамилию это я сделаю название будет теперь по фамилии и все но краткое содержание внизу прям внизу здесь хотя бы такие ключевые слова ну ладно хорошо понял я хочу еще сказать вам знаете как приходишь всегда прихожане модель самой и вот разговор я всегда говорю ну как вот или вас смотрю смотрю или слушаю еще что то но некоторые значит знаете вдруг появилась женщина которая по старому храму мы с ней еще молодостью были здесь когда я замуж вышла сюда приехала и вот я ее знаю и дочь ее не знала но знала что она дочь она на клеерте поет и вот они значит мне как-то пришлось так уж Богу угодно что мы с ней разговаривали они меня попросили в начале книгу Василия Великого говорит нас не почитать я им дала вы почитали там кое-что а ну и разговор пошел и мы я конечно всегда на изнастик умеет становлюсь и значит тот мне говорил так и так вот тут и тут я вальсикамка считает им объяснила ну там всех просили там вот там всех проник вот они говорят ну надо же ну надо же я говорю вот такое это не сектор никакая это говорю как община православная ну и все я говорю он пишет ну раньше все рассказала про вас что вы были в институтах там и ранее все такое как они садились и все такое рассказала они говорят надо же говорит я говорю он миссионер говорю столько-то лет ну в общем и священниками то-то-то а наш Максим говорю с Василием забрали книги вот и все это им рассказала они говорят они говорят да я говорю ты там была я говорю да я погрузилась они считают что я вот сектанка ну и так и я им ответила говорю читайте эти вот самые как они Сленские соборы или там Булгаково там про крещение говорю очень хорошо и вот они мне так что за то и заинтересовались они именно вами вот ко мне стараются на басхальной неделе прийти и показать это все кое-что я им даже все расскажу обязательно покажу что Владыка приезжал что у вас там и что и вы там когда-то в старом Владыке вместе там в Барнаволе служили это мне все есть Миша меня все дает и вот это говорит ну надо же говорит у нас а вот я говорю знаете сейчас вот так бы рвануло говорю хотя бы хотя бы к ним не то что даже исповедоваться я говорю я священникам уже даже не знаю кому подходить я говорю такое говорит это и они то же самое говорят но раз такое дело я говорю ну приходите я вам дам если желание есть я вам книги дам дочитать и вот дала им конечно туда церковь принесла пока это все только новости только что еще у меня и дала ваше кистину православие почитать но это уже третьим даем и вы знаете они каждый звонит мне и говорят по телефону ай вот это да ну как он все правильно говорит о них так он так он их пишет хорошо вот это ведь он их обличает так вот они вот поэтому ведь его и ненавидят они вот именно поэтому ну вот так вот заговорили заговорили и вот я говорю а у вас есть это все филах толкование евангелие ну говорили о том что надо читать евангелие да что такое вот переводит да 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 а у нас господь будет спелись но пиши по закону по этому ну а вот она где вот по евангелии вот они говорят зала у нас в него вот это юный какого толкования я сразу говорю а вот у меня нет верет трехтомник вот этого зрялю миссионера на пихомыча и работы такие какие-то я думаю книгу принесла показать просто Они еще у меня не были никогда. Ну и все, я говорю. Я говорю, вот тут, говорю, вот так и показала. Как, говорю, глава, Тихо, толкование, фехелакция и комментарии, говорю, вот так и так. Они, вот здорово, вот здорово, говорит, а. Но вот только не, да, они из истины православия, они до ужаса довольны. Это не дни, дни. Да, и вот я им пообещала, если я говорю, узнаю, что Игнать Тихоновича есть, то я вам говорю, подарю. Я им так сказала, куплю бруль и я говорю, потому что он, говорю, разоздал их все, и там думают, что все. Он всю Россию проехал, там, за границей и все такое. Он говорит, да. Ну, говорит, правда говорят, что читала они где-то, читали, я сама читала, что будет, по-моему, у Феофанова, где творится или у кого, что в последнее время православие-то не будет. Одно слово православие будет. Вот, и при том, и при том, еще, что они, то и я это слышала, что будут, это, миссионеры выходить из прихожан. Да. Из прихожан. Да. Это тоже что-то. Это Сергей Строгородский говорит очень хорошо. Да? Да. Вот, я не помню, кто, вот поэтому я знаю. И на Тихонке говорю тоже, ага, точно. И вот они это самое, они уже ждут, ждут. А я говорю, вы прочтите одно, а потом я говорю, дам вам еще, он о себе все пишет сам. Он как, говорит, он не боится ничего. Вот такой человек, говорю, он знает, глаза, говорит, кому, хоть и тряху, там, кто там будет. Вот, и они вот этим рады мне, вроде бы. Он говорит, ну вот эти короче, тети, на пасхальной неделе придете, я вам кое-что покажу, и дам почитать другое. Вот поэтому я хочу им все-таки дать, потому что мне это будет хорошо. Вы узнаете, кому нужно, сколько экземпляров, я столько дам. У меня еще книги есть. Тут и приобретете. К истинному православию это 400 рублей стоит, трехтомник 2700. Ага, ага. Трехтомник, да? Трехтомник, это новый завет толкования, 2700 рублей. А к истинному православию 400 рублей, это без пересылки, прямо из рук в руки. Ага, все понятно. Я буду знать, я поэтому и говорю, чтобы я купила вот. Потом, значит, что еще? Еще у меня двое читают. Одна, значит, да, книги, которые они забрали, Миша говорил-то, наверное, из библиотеки ваши книги забрали наши два священника, Василий и Максим. Вот. А мне, значит, это сама библиотекарь Марина. И она мне говорила, и журналистка там у нас есть такая. Вот она тоже, Синька, там. Она мне, что не без конца, то сейчас это насчет бати, это 9 мая же, это как ветераны, они там все везде куда-то его, не знаю, короче. А тут она мне говорит, слушай, ну пришла ко мне тот, вот я им там ордена его показывала за медали, что-то им надо было. А они в ней разговаривали о вас. Опять же. У меня всегда чуть-чуть, что идет. Что-то, Михаил, что-то заглохло там, подправь. Да это интернет, наверное, опять. И что вы, я у меня просто спросила, Игнать Тихон, вот. Слышите, да? Да-да-да. Они мне говорят, а это, а самое, когда, а когда, а что я говорю это? Про библиотеки, библиотекарь. Аго-го, вот эти библиотеки, вот, я говорю, у вас читают, да, книги-то у вас, говорю, в библиотеке у вас, храни. Вы, говорю, их читаете, вот, а с чего я пошла. Они говорят, а это кого? Я говорю, да там вот, от новых книг, там 39, что ли, говорю, книг 38. Вот они, говорю, были, они приезжали сюда, мы библиотеку у них, я провожала. И так, говорю, вот они забрали них. Сказали, что они должны в церкви быть. Вы обманули их. Обманули. Ага. Ну, что с ним взять, они на этом и живут. Наши не пропадут книги, мне не принадлежат. Я отдал их Христу, не людям. И Христос расповедится и спросит за книги. У меня очень легко жить-то, потому что я все возложил на Бога. Все заботы возложите. Вот, Игорь Пихонич, вот это я ваши слова, я им так сказала, вот он так говорит. Я, говорю, так переживала, почему жгут, почему то-чего, я им кое-что рассказала. Ну, неужели, они говорят, как жгут, жгут, да. Один даже, говорю, выразился, они, говорю, за благовествовать ездят, что, говорит, тепло, что хранится, помните, вы говорили? А с этой пьясной сжеглась вот такого-то, вот что-то. Они прямо ужаснулись и говорят. Да, так это как-то, а вот эта журналистка, она говорит, о-о-о-о, так я же знаю, что я тебе скажу. Дома прямо вот у меня за этим же столом сидим и говорим. Она ей говорит, я-то, о-о-о, я у них две книги взяла в библиотеке, не сказала никому. Они не давали говорить. А я взяла вот окон и потом еще какой-то, открытым окон и, по-моему... Для слова Божия нет уст, наверное. Нет, 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 это я ей пообещала дать почитать. Нет, это, по-моему, она еще... Не знаю даже, какую же она сказала. Да, по-моему, православие, православие, пенсионно-равославие. О, да, да. Вот, и, говорит, и вдруг они, говорит, потом приходят и у нее, у Марины, у этой библиотеки, и она, говорит, взяла читать дома. А я, вот, тоже дома, в Тихаря. Ой, говорит, такие книги, такие книги, они мне, о, это, у Марины я ее не видела, а вот эта журналистка. А я, говорит, я ей говорю, слушай, она, она, говорит, мне пришли, говорит, они опять и забрали их в подвал у них и все книги. А может быть, я говорю, они и себе заберут. Да хоть бы, говорю, Максим-то, говорю, он ведь любит это дело, может быть, говорит, он, говорю, еще себе заберет, только не признается. И вот, знаете, что вы думаете, и он, она мне говорит, да вы что, ну как так можно, ну как так можно. Я говорю, ну вот так вот можно. Я говорю, ему жаловите, вот так и так. И мне, говорю, слезы на глазах. А он, говорю, мне отвечает, а это, говорит, они мои книги, они разжгут, Божье слово, то и он, да, Господь их жить будет. Они даже смеялись. Да сейчас, ну, ну, говори. Я говорю, мне теперь спокойнее немножко. А то, говорю, я вообще, говорю, ночью просыпалась и все время возмущалась. И что вы думаете? А они, говорит, ну ты нам дашь? Я говорю, конечно, дам. А эти, говорит, книжки, куда мне? Я говорю, никуда не отдавайте. Никуда. Читайте их, если еще мало будет, я еще вам дам почитать, что у меня есть. И Миша, думаю, попрошу, что нет. Вот, они вот теперь эти самые читают. А им, они говорят, да что, у нас Василий точно такой, как он пишет, говорит. Там прямо журналистка, мне сказали, понимаете. И вот эти прихожане все тоже вот некоторые начинают. Ну вот, в начале меня тут вообще сектанты, там, да то все, да. А как-то они меня как-то осторожили с ними. А сейчас как-то все запросто хорошо. Мне сейчас, смотри, еще, подожди. Вот, тот священник, который хвалился, что тепло сжег, это гребенюк отец Александр из Завьялова. И теперь он приезжает с архиереем и у нас служит. Самое-то главное это. Вот как Бог делает. Ну если мы эритики, я говорю, сектанты, он-то людей учил там, то против-то. А теперь-то все повернуло назад. Я говорю, если вы с эритиками служите, то каноническое правило вас извергает из сана. И они не хотят, что не поминайте то, что мы делали. Мы глупости делали-то. Это он так сказал? Они уже все это понимают. Они понимают, что священники говорят, вот, если бы у вас кто-то из наших служил, но мы, говорят, уже рассуждали, ни один священник не потянет вашу общину. Не потянет. У вас, говорят, другие вопросы. Мы совершенно, один, говорит, священник у нас был, он так, как я, говорит, как в воздухе висел, говорит, подвешенный. Ну спрашивает про покойников. А тут точно по Святой Библии. И он, говорит, не знаю еще отвечать. Это одно место, где я не знал, что делать. Вот так. Вот так. Так, теперь если люди эти вам встретятся, вы их пригласите на 12 июля. Поедемте, скажи, побудем вместе. Да. Так они, знаете, не из этих людей, но просились меня тоже съедить, это самое, погрузиться. То же самое. Да, готовьте их, готовьте. Я же ведь не скрываю, говорю просто про себя, по необходимости там что-то, по разговору. А они навязывали. А они вот теперь вот одна спросилась, вторая спросилась. А я, когда приезжала, я вот с Аликина спросила, а он говорит, да не надо, пусть там крестится. Мне больше им молчу. В 12 июля подготавливали, чтобы хотя бы 10-го приехали. Потому что у нас будет церковно-приходской совет решать, кого допускать до крещения, рекомендацию батюшке давать. Побеседуем, скажем и прочее. Ну и книги могут приобрести на месте. Это еще проще все. Но это не эти люди, которые сейчас. Это другие. А ты готов контингенты. И вези сюда. У нас нынче должны быть люди с разных сторон. Сейчас собираются приехать из Франции, из Германии. Ого. Здорово. Ну ладно. Клава Богу, что я вас увидела и поговорила, и все. Вы меня не забывайте. А я уж вас тем более не забываю. Ты не против, Нина, что мы вот это все запишем, в интернет выставим? О, да пишите хоть куда. Ну, спасибо, Христос. А то я не спросил вначале-то. Да, на мне это как-то я знаю, что вы... Я же вас смотрю каждый день. Вы же чем говорите? Мы не добавляем ни одного слова. Не даем комментариев. Вот как разговаривали, так и вставляем. Люди жгут, и это все полезно. Ну и я сама на себя посмотрю еще. Видишь, это у меня хорошо. Но ведь не у вас плохо будет. Да, священники-то, которые что-то говорят против, и притом не где-то, а представьте, Саврополье или Владивосток, то есть по всей стране говорят. А им говорят, вы хоть одну книгу у Лапкина считали, он говорит, даже в глаза не видал. В глаза не видал, а против. А когда дают ему, он посчитал, и мне заказывать все 38 книг, деньги платят, 21 тысячу, и получают... Это глаза открывает Господь им. Вот только Володя сейчас пришел, в Америку отправил. На этой неделе уже, кажется, второй раз уже в Америку только отправляет. В разные страны люди просят. Эти книги, они не имеют аналога, это не мое. Даже Новый Завет так издать его, и все понимают, как он прекрасно издан. 240 иллюстраций страниц, раскрашенные иллюстрации Гюстава Доре. Там вообще, и как легко искать любое место. С такой любовью все сделано. Это лучшее издание за 2000 лет. Это не просто я говорю, это любой подтвердит. Не говоря о типографских уже качествах. Какие они с закладками, какой свет, как скургленик, крышка, все. Ну я вибрию прочла, слава Богу. Тут с помощью вас там, да еще там есть, повидели. А сама открываю, если что не пойму, то останавливаю вас и сама снова прочту. Вот так вот. Я еще дочитала. Теперь взяла за апокалипсиси. Что-то заглохло, Михаил. Все, не получается. Значит, она лишена еще. Что-то запомирала. Это связь, Габа. Связь, он говорит, связь. Связи нет. Ну ладно, давай прощаться тогда. Я вам еще только скажу, Игорь Тихонович. Только то, что вот я вот подведу эти, что они книги забрали, не отдают. Об этом не думать не надо. Это Господь отвечает за это. Они перед Богом будут отвечать-то. Я для Бога, я для Бога 50 лет копил материал суда, 9 лет сидел за компьютером. Это каждая книга 750 страниц. 38 томов. Надо понимать, что это такое. И теперь я это для Бога отдал. И больше где-то процентов, наверное, 80 книг у меня ушли даром. А в открытом окне у вас тоже еще есть? Есть. Все до одной книги есть еще. А у меня только скажу, первый номер, пятый и еще 20. Вот все, ты запиши, какие у тебя есть, остальные тут приобретешь. О, да-да-да. Ну все, только оставляйте до меня. Потому что вот, которые в мягком переплете 500 рублей, а которые в твердом 600 рублей. Так что ты приобретешь тут. Ну все, Михаил. Спасибо, Христос. Ты с Сергеем потом еще свяжись, он подсказывает очень дельно. Все, как содержание. Заголовок я дам. А содержание, ты в прошлый раз говорил, этим займешься. Прямо заходи на наш канал, прямо по каналу, в центральный канал. И краткое содержание для поисковика. Ты все это знаешь. И к Сергею пощаще обращайся. Что там, как сделать. Ну я, видишь, не понимаю. Да я и не верусь за это. Если бы я на это взялся, у меня на другое дело не хватило бы. Да, ну ладно, понял я вас. Все, да? Все, да. С Богом. Так, отцу Сергею поклон передайте. Закрутился самостоятельно. Скажите, пусть благословит. Вот. Вот все. А слава Божьей. Какие добрые люди. Они уже приезжали, крещение принимали у нас. Нина.